С Азии, когда мы перебрались в 1992 году уже в Крым, родители, мне было там, мне вообще сперва два года было. Потом, когда уже я стал постарше, где-то годом шести, брат занимался, дальше продолжал. И вот, кстати, в этом же зале он и занимался у моего тренера, да, из Метас Алиева, там в поселке Солнечная Долина, это Судакский регион. И там у нас был первый зал, у моих тренеров там был первый зал, они открывали еще там в селе. И брат там занимался еще несколько лет, и после себя уже провел меня, младшего. Після окупації півострова, россияне заохочували кримских спортсменей поступать за Россию. Ленур каже, до него таких пропозицій не поступало. Вот я шлях нашел, путь попробовать, дальше продолжить карьеру в Украине. И я не жалею, что я это сделал, потому что потом мне просто-напросто приходилось бы оставить свой вид спорта. Я никогда не жалею, что я начал заниматься греко-римской борьбой, и никогда не буду жалеть об этом. Почему? Потому что неважно даже от результатов, сам вид спорта дает много жизни и много хороших качеств. И воспитывает тебя как человека, во-первых. И поэтому я говоря о том, что я хотел, чтобы мой сын занимался греко-римской борьбой, я даже не смотрю на те моменты, будут ли результаты или нет. И изначально, естественно, я начинаю заниматься просто для того, чтобы вести здоровый образ жизни и воспитывать свои человеческие качества. Боротьба для Ленура – это его профессия. Втім, у вольный час любит заняться с другими делами, каже Ленур. Руслан Халапов, Ирина Сорока. Новини на Суспільному. Крим. Руслан Халапов, Ирина Сорока. Новини на Суспільному. Крим.